Валар Морголис, друзья! Пока мы с вами ожидаем выхода следующей серии Игры Престолов, предлагаю поговорить о первой серии, обсудим некоторые теории, детали, возможно, дам ответы на некоторые вопросы. А если вы не получите ответы на интересующую вас тему, пишите о ней в комментариях, и, возможно, я или кто-то другой вам ответит. Будем разбираться вместе. После того, как начались события восьмого сезона, некоторые зрители задались вопросом, а сколько же времени прошло между седьмым и восьмым сезонами? Времени, на самом деле, прошло мало. Это можно понять по приезду Джаймы в Интерфелл. Расстояние между Корлевской гаванью и Водчиной Старков составляет около двух с половиной тысяч километров. Согласно книг, конные войска передвигаются со скоростью от 60 до 80 километров в день. А так как Джаймы – это не конная армия, он, скорее всего, передвигался быстрее верхнего предела для армии. И если отталкиваться того, что он преодолевал около сотни километров в сутки, то получается, что с конца прошлого сезона до конца первой серии прошло всего лишь около 25 дней. После того, как мы узнали эту цифру, можно легко отметать теории некоторых самых глазастых зрителей о том, что у Дейенерис или Серсей может быть виден живот. Если они беременны, то в ближайшем будущем по их виду это определить будет невозможно. Разве что они не начнут увлекаться лимонными пироженами. Вот с их помощью живот за месяц и правда сможет подрасти. Многие зрители задались вопросом, почему Тион во время того, как спасал Яру, не поджег молчаливую ладью Эурона, ну или не украл ее. В бухте Черноводной стояла не одна она, а весь железный флот. Пожар или движение ладьи привлекли бы внимание, и спасательная миссия оказалась бы не такой удачной. Некоторые подписчики писали мне, что они могли поджать что-то в трюме, и пока пожар разгорался, они бы уже скрылись. Это тоже плохой вариант, ведь так или иначе пожар все равно заметили бы, а того часа форы, что они получили, могло быть недостаточно, чтобы оторваться. Говоря о спасении Яры, хотелось бы упомянуть интересную деталь. Стражник Яры, которого топором убивает Тион, это Дэйв Хилл, сценарист этой серии, который таким образом прощался с сериалом. Также многих, как и меня, расстроил тот факт, что в этой серии нам не показали призрака, который должен был встречать Джона. И в связи с этим вы начали задавать вопросы, а появится ли он вообще? Призрак должен появиться, но вот в какой именно серии, сказать не могу, так что просто ждем. Сцена с Дрогоном возле водопадов породила очень много мемов, но также появилась забавная теория, согласно которой душа Кхала Дрога после его смерти переселилась в Дрогона, и поэтому он так отреагировал на поцелуй Джона и Дайенерис. Дайенерис и правда назвала Дрогона в честь своего покойного мужа, и дракон выделялся среди своих сородичей большими размерами. Но два других дракона тоже названы в честь дорогих для Дайенерис людей, ее братьев, и эти драконы тоже в какой-то мере обладали чертами этих людей. Но братья Дайенерис умерли еще до появления драконов, поэтому их души не могли переселиться в драконов. А если у меньших драконов нет никаких скрытых душ, значит и Дрогону ничего не досталось. Но как ни крути, сцена получилась забавная, а теория всего лишь очередные несколько предложений, чтобы мы с вами их пообсуждали, но к действительности они никак не относятся. В конце серии мы увидели, что Король Ночи разбирается в современном искусстве. Он оставил довольно-таки своеобразный объект, над которым стоит поразмышлять серьезно, что же он означает. Тормин, к сожалению, не оценил инсталляцию, и уничтожил творение автора. Многие фанаты заметили сходство этой фигуры с гербом Таргариенов, которая действительно есть. И в связи с этим появились теории о том, что Король Ночи может оказаться Таргариеном. Ведь он и дракона, кстати, оседлал, и символы оставляет похожие на измененный герб Таргариенов. Также есть возможность, что он, наоборот, ищет представителя этого дома, и поэтому оставляет их символ. Но он так его себе представляет. Обе теории, хотя и имеют право на существование, но являются, скорее всего, ошибочными. Символ, что оставил Король Ночи, никак не связан с Таргариенами. Хотя сходство и правда есть. Изображение спирали мы видели еще в прошлом сезоне, в пещерах драконьего камня. А их, как мы знаем, оставили дети леса, еще во время первого появления Белых Ходоков, 8000 лет тому назад. А в то время никаких Таргариенов еще и в помине не было. Да даже Валирии еще не было. Скорее всего, этот Таргариен из плагиателей, один из символов, что увидели в пещерах драконьего камня, когда туда перебрались. Но переделали его немного по драконью тематику. Как я уже упоминал, это символ детей леса. Они использовали его во время создания Короля Ночи. Может, теперь он хочет через него что-то донести. Но справедливости ради стоит упомянуть, что мы также видели и другие артхаусные творения Белых Ходоков. Например, в первой серии первого сезона. То есть, как мы видим, иные используют разные символы. Не только тот, что был при создании Короля Ночи. Сложно сказать, что означают эти послания. Но есть несколько теорий на этот счет. Так как эти символы ранее использовались в магическом ритуале, то можно предположить, что Король Ночи собирается совершить какой-то обряд. И второй вариант, что с помощью этих символов иные пытаются показать свое отношение к живым, оскверняя священные символы трупами живых. И эти странные инсталляции ничего кроме того, как бойтесь нас, мы идем, не означают. Ведь Королю Ночи 8 тысяч лет. Он не знает другой письменности, кроме как рун детей леса. А что вы думаете по поводу этих символов? Делите своими мыслями в комментариях. А мы переходим к следующему вопросу. Что за оружие Ария попросила для себя у Джендри? Странно, конечно, что она захотела себе оружие из драконьего стекла, когда у нее есть кинжал из валерийской стали. Но все же объяснимо. В черно-белом доме Ария усердно тренировалась драться палками. И скорее всего, она хочет применять свои навыки и с иными. А с кинжалом ей будет тяжелее, менее привычно. Но так как иных так просто не убить, ей нужна не палец, а копье с наконечниками из драконьего стекла. Но снова, зачем было уделять этому столько внимания? Ведь безупречным и так дали такие копья. Можно было просто взять себе одну. Этому есть одно объяснение. Авторам нужно было придать больше смысла о встрече Джендри и Арьи. Вот и придумали этот ход с оружием. Его, кстати, мы видели в трейлере. Больше вроде бы не было интересных вопросов. А если у вас они остались, делитесь ими в комментариях. Ну и небольшая рекомендация в конце. Если вам интересен английский, можете заглянуть на канал English Anti-School. Там сейчас как раз разбирают игру престолов. Ссылка на него будет в описании. За поддержку канала выражаю благодарность Фрау Холли, Нейрон, Симди Аропола, Ринчи, Айбеку Алмасову, Константину Лосу, Ивану Печерице, Ярославу Админу, Саурану Афмеджанову и Давиду Зальсману. Спасибо, что досмотрели до конца. Всем пока.